Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Лапти-телепорты, форум древних городов в Рязани стартовал с необычной иммерсивной выставки. Время нипочем. Рязанские пенсионеры занимаются фитнесом и разучивают православную азбуку. Девушка, которая поет. Солистка Рязанского музыкального театра Алена Сильвестрова стала лауреатом международного музыкального конкурса. Сегодня стартовал шестой ежегодный форум древних городов. На улицах Рязани с самого утра работали интерактивные площадки, а Верхний городской сад стал центром развития культуры, главной особенностью которого стала иммерсивная выставка. Кристина Бочкарева окунулась в прошлое. А вот и очередное путешествие. Я напоминаю, что этот мультимедийный комплекс работает у нас весь день. Особенно вечером. Представьте, каково, когда будет темно, вставать в эту иммерсивную выставку. На экранах работы разных фотографов практически со всех уголков России. В качестве телепортов города и села традиционная обувь наших предков – лапти, которые дают прочувствовать погружение в эпоху. А еще здесь же, в Верхнем городском саду, рязанцы могут вручную изготовить еще один исконно русский артефакт – подкову. Правда, из картона. По словам организаторов, такой сувенир станет не только напоминанием о фестивале, но и обязательно принесет счастье. Кстати, по традиции, каждый год форуму дают новое имя. В этом году оно звучит как «Юность древних городов». И многие площадки посвящены как раз этой теме – преемственности поколений, юности, вечной юности древних городов, которая продолжается в новых поколениях его жителей. И среди участников как раз в основном молодежь. На главной аллее – подвижные игры и творческие мастерские. Своими впечатлениями юные участники с удовольствием делились с ведущим мероприятием. Еще понравилось рисовать. О, а что ты рисовал? Котно. Рисовала и творила из картона и молодежь постарше. Студенты приняли участие в конкурсе диском. Вот только креативить пришлось в помещение из-за погодных условий. Дизайнеры работали над созданием въездных знаков городов России. Среди них Тула, Владимир, Казань, Нижний Новгород, Ростов и, конечно же, Рязань. Оценивать мы будем по трем категориям. Это креативность, то есть интересная подача того знака, который они будут показывать. Дальше исполнение, аккуратность исполнения. Ну и потом также защита. Каждый свой знак будет защищать. То есть будут рассказывать и говорить, почему и как он был сделан и почему он выглядит именно так, как они это представили. Над идеей дизайнеры размышляли несколько дней. А вот на выполнение задумки у них было порядка пяти часов. Всего восемь команд, в каждой из которых от двух до пяти человек. Это, например, въездной знак Ростова. За основу ребята взяли исторические факты, а также символику города. Вообще символом города является олень, который, собственно, представлен на гербе. И за основу этого мы как раз взяли форму, условную форму рога оленя, которая как раз ляжет в основу нашей инсталляции. Победители конкурса инсталляции отметят памятными призами и грамотами. Форум древних городов стартовал. И теперь все работы можно увидеть в Верхнем городском саду. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Этим пенсионерам старость не страшна, ведь они, несмотря на возраст, молоды, духом и бодры. Сегодня в лесопарке прошел слет Союза пенсионеров за здоровый образ жизни. Слет членов регионального отделения Союза пенсионеров проходит в этом году уже в четвертый раз. Мероприятие активисты придумали когда-то сами. Сами же его организовывают, как и многие другие способы провести свой досуг. Начинали мы на Барковском карьере в жаркую погоду, всегда в августе. И настолько коллектив сплотился, и у нас много чего происходит именно по здоровому образу жизни. И скандинавская ходьба, и фитнес, и йога, и психологические тренинги. Мы заключили много соглашений с образовательными учреждениями. И смартфон, и английский, и китайский язык, и азбука православия. То есть на любой вкус и ключевое слово, когда люди записываются, то желаю. Активная деятельность Союза пенсионеров с октября по апрель. Ведь летом многие разъезжаются на дачи. Однако в августе уже по традиции проходит вот такой замечательный спортивный праздник. Мы себя реализуем в разных проектах. И, конечно, собираемся популяризировать свою деятельность. У нас, наша организация, это региональное отделение, где есть представители в 25 районах. И, собственно говоря, вот и социальный фонд, они как бы уже создали в четырех районах. Это центры общения пожилых. Два всероссийских мероприятия – это чемпионат по компьютерной грамотности и спартакиада – тоже проводятся в Рязани. Победители регионального этапа спартакиады, а это 9 человек, осенью поедут в Санкт-Петербург на всероссийский этап. И все это пенсионеры организовывают сами. Но поддержать их активность готовы многие организации, в частности, пенсионный фонд. Это настолько трогательно, потому что, вот я смотрю на наших участников, все с таким энтузиазмом, с радостью здесь встречаются, обнимаются. И это создает им и настроение, ну и, соответственно, дает возможности заниматься своим здоровьем. Потому что всегда, когда мы что-то желаем, всегда говорю, будьте здоровы, здоровья вам и так далее. Поэтому хочется пожелать всем пенсионерам Рязанской области, всем участникам Союза пенсионеров доброго здоровья на долгие-долгие годы. Спортивные состязания сегодня сменились танцами и песнями, да и просто дружественным общением единомышленников. Тех, для кого возраст вовсе не препятствие, а время возможностей. В Рязанской области полицейские вновь накрыли организованную группу распространителей крупных партий героина и метадона. Зелье они возили в три региона, все шесть граждан и стран Средней Азии. По версии следствия, в составе этнической преступной группы было шесть человек. Злоумышленникам от 19 до 32 лет. Их подозревают в распространении с помощью тайников заклада героина и метадона в Рязанской, Московской и Нижегородской областях. Двоих оперативники задержали, что называется, прямо на маршруте. При досмотре у них обнаружили свертки с самодельными контейнерами с порошком. Экспертиза установила, что в контейнерах 168 граммов героина и 12 граммов метадона. Одновременно оперативники ОНК обследовали квартиру в Московской области. В тот момент в ней находилась 25-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, супруга 32-летнего мужчины, задержанного у машины в Рязанской области, и их двухлетний сын. В квартире полицейские обнаружили 142 грамма наркотиков, электронные весы и упаковочные материалы для кустарного изготовления контейнеров для наркотиков. Выяснилось, что злоумышленники также причастны к распространению наркотиков на территории Нижегородской области. Из Рязани туда выехали сотрудники полиции и изъяли с участков местности две оптовые партии героина. Общим весом 1356 граммов. Всего из незаконного оборота изъяли более двух килограммов сильнодействующих наркотических средств. На время следствия двух малолетних детей-фигурантов инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли для опеки. А в отношении их родителей и других участников возбуждено пять уголовных дел по 228-й статье. По предъявленным обвинениям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного наказания. Подозреваемые арестованы. Лето в Рязани с точки зрения климатической обстановки редко бывает спокойным. Традиционно август самый нестабильный месяц, в который регулярно происходят разнообразные природные катаклизмы. От аномальной жары до разрушительных ураганов. Со стопроцентной уверенностью говорить, что в финале лета 2023 нас ждет нечто подобное, конечно, никто не станет. Всем известно, что прогнозы высокой точностью не обладают, если они свыше чем на три дня. Однако, помня о пословице, предупрежден, значит вооружен, прислушаться к специалистам, которые уже сейчас публикуют свои погодные предсказания на последние дни августа, все-таки надо. Согласно данным синоптиков, в августе 2023 года большинство российских регионов оказались во власти настоящей стихии. И если первая половина последнего месяца лета запомнилась рязанцам аномальной жарой, то после 12-15 числа некоторые районы накрыли мощные ливни с грозами, молниями и градом. А также сильный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Еще свежо в воспоминании о том, как неделю назад на солнце воздух прогревался до плюс 45. Жара не отступала и по ночам, будто запоздавшее лето решило отыграться за весь сезон. Во второй половине августа в Москве, Подмосковье, Тверской, Калужской, Ярославской, Тульской, Смоленской, Владимирской и Рязанской областях стало чуть прохладнее. Кроме того, возможны обильные осадки в виде затяжных ливней, града, грозы, молнии, а также усиление ветра до штормовых значений. Во второй половине августа погода в Рязани может стать более переменчивой, появление холодных фронтов может привести к снижению температуры и появлению облачности, что мы сейчас и наблюдаем. В такие дни рекомендуется иметь при себе легкую куртку или свитер, чтобы не замерзнуть. Общая тенденция погоды в августе в Рязани указывает на то, что лето еще не закончилось и жаркие дни будут еще впереди. Анализируя погоду в августе в последние несколько лет, можно сделать выводы о тенденциях и характеристиках этого месяца. Чаще всего в августе в Рязани обычно наблюдается высокая температура воздуха. Среднесуточная температура колеблется от плюс 20 до плюс 25. Но в некоторые годы были отмечены периоды аномально высокой жары, когда среднесуточная температура достигала плюс 30. Обычно это довольно сухой месяц в Рязани. В основном осадки составляют от 50 до 70 миллиметров в течение всего месяца. Однако в отдельные годы наблюдались периоды с проливными дождями и грозами. А август в Рязани обычно характеризуется большим количеством солнечных дней. В среднем в этом месяце можно ожидать около 20-25 солнечных дней. Однако в некоторые годы были отмечены периоды с увеличенной облачностью и меньшим количеством солнечных часов. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». Морепродукты из Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» до 26 августа включительно. Солистка Рязанского музыкального театра Алены Селивестрова стала лауреатом третьей степени международного музыкального конкурса, посвященного Стравинскому. Артистка регулярно принимает участие в различных конкурсах и не останавливается в совершенствовании своего таланта. А талант у нее огромный. Алена Селивестрова поет практически всю свою жизнь – с раннего детства. В четыре года она как-то каталась на качелях и пела песню «Прекрасное далеко». В этот момент мимо проходила преподаватель из музыкальной школы. Она и отметила тонкий слух девочки и безошибочное попадание в ноты. Сразу же посоветовала маме Алены отдать ребенка в музыкальную школу. Моя мама, конечно, ничего об этом не знала, потому что она сама не музыкант. И, в общем-то, у меня родители достаточно далеки от музыки. Но решила поспособствовать. Все равно нужно было чем-то заниматься, все равно нужно было как-то меня развивать. И попробовали, пошли в подготовительный класс, в музыкальную школу. Сначала я научилась играть на скрипке, но мне это никогда не нравилось. Сейчас я очень благодарна за этот опыт, потому что скрипичное образование помогает мне в изучении вокального материала. Параллельно с игрой на скрипке девушка занялась вокалом. Сначала эстрадным, а уже позже академическим. Так как по академическому вокалу не было у нас педагога в Новокузнецке, Кемеровской области, я очень долго сомневалась, что-то у меня не получалось, мне не нравилось петь с микрофоном. Я понимала, что это немножко не та музыка, которую я хочу исполнять. То есть петь мне хочется, а хочется исполнять что-то другое. Переехав в Рязань, девушка закончила музыкальный колледж по классу академический вокал. Сейчас Алена Селивестрова – артистка областного музыкального театра. В прошлом сезоне девушка сыграла в пяти мюзиклах и опереттах. Роли доставались самые разные. По словам дирижера, работать с Аленой – одно удовольствие. На сцене она уже 15 лет. И каждый день, говорит, это поиск улучшений. Ведь здесь, как и в любом творчестве, нет предела совершенству. Она такой творческий человек, отзывчивый, трудолюбивый. И в хорошем смысле такой, как сказать, постоянно в поиске себя и работы над своим самосовершенствованием. В музыкальном театре новый сезон уже стартовал. Впереди – званный ужин с итальянцами. В оперете Алена Селивестрова играет роль Эрнестины – эмоциональной и оптимистичной девушки, которая готова преодолеть любую жизненную ситуацию. Артистка рассказывает, что это ее любимая партия. Ведь героиня очень похожа на нее саму. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова